Библейский портал экзегет.ру представляет 125-й псалом. Он входит в состав 18-й кофизмы. Сборников 15 «Песни и восхождения». Наша сегодняшняя встреча, как и многие другие, записываются редакцией портала экзегет.ру в Московском Срединском монастыре. 125-й псалом говорит о возвращающихся пленниках. Этот псалом можно разделить на две части. В первом разделе говорится о прошлом, о той радости, которую переживали первые репатрианты, когда Господь возвращал их из плена. Во втором разделе звучит молитва о будущем, об ожидаемой радости, когда Господь вернет из Вавилона оставшихся там пленников. Такое соединение прошлого с настоящим «Ты, Господи, был с нами в прошлом, посему не оставь нас и в будущем» лежит в основе многих молитв в псалтыре. Воспоминание о вмешательстве Бога в жизнь людей в прошлом является опорой для молитвы о разрешении настоящих или ожидаемых в будущем бед. Для поэтической организации текст автор преднамеренно повторяет некоторые слова и выражения. Так, слова о прошлом, когда возвращал Господь плен, повторяется в пожелании о будущем. «Возврати Господи!» Удивление сторонних лиц «Великое сотворил Господь с ними» подводит к личной радости «Великое сотворил Господь с нами». Две части второго стиха начинаются со слов «тогда». Повторяющееся в последних двух стихах слово «радость», «ликование» усиливает воодушевление человека, который сеял семена со слезами, а пожинает снопы с радостью. Рассмотрим детальнее содержание данного гимна. Первые три стиха. «Когда Господь возвращал, мы были как бы во сне». Эти слова свидетельствуют о смене обстоятельств. «Прошла черная полоса жизни и наступила белая. Что-то кардинально поменялось к лучшему». Слово, переведенное как «сон», может означать «мечтание» или «видение», которое приходит человеку на ум на границе засыпания или просыпания. Однако этот же термин в выражениях типа «сон прошел» может означать «восстановить здоровье», «прийти в силу». Репатриантам казалось, что они спят, а на самом деле все происходило наяву. Когда они пришли в себя, то почувствовали прилив сил. Сион указывает на город Иерусалим. Откуда возвращались пленники в Иерусалим в тексте не сказано. Традиционно считается, что возвращались они из Вавилона. Репатрианты смеялись, издавали радостные крики. Данный смех не был насмешкой над другими народами. Это было дружественное веселье, полное улыбок и ликования, дружественных песен по случаю того, что на смену печали пришла радость. Языческие народы увидели, что Господь сделал великое дело, и это привело израильтян еще в больший восторг. Этот восторг не был эгоистичным торжеством одной нации над другим. Буква текста говорит, что Господь сотворил чудо с нами, а не для нас. Он наказал свой народ, а затем помиловал его. Таким образом, израильтяне радуются, что в их освобождении другие народы могут увидеть проявление Божьей милости. Вторую часть гимна псалмопевец начинает теми же словами, которые использовал в первом стихе. Часть переселенцев уже вернулась, но затем снова потребовалась помощь Божия, чтобы смог вернуться остаток. Слово «полдень» из четвертого стиха указывает на засушливую пустыню Негев к югу от Иудеи. Летом Негев, граничащий с Синайской пустыней, был пересохшим, негостеприимным и, по-видимому, безжизненным. Но зимой после обильных дождей русла высохших рек быстро наполнялись потоками воды. Используя зарисовку из мира природы, автор псалма указывает на внезапное изменение состояния народа от худшего к лучшему. Его ликование, напоминая слова порока Исаии. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и рассветет, как нарцисс. Великолепно будет свести и радоваться, будет торжествовать и ликовать». Не исключено, что по некоторым ханаанским мифам во времена посева семян люди плакали, потому что на какое-то время умирал бог плодородия. Когда проходил сезон засухи и начинались дожди, бог земли снова возвращался к жизни, что знаменовалось появлением растений. Плач во время посевной мог быть также связан с временами голода, когда приходилось бросать в землю то, что можно было бы использовать для питания голодной семьи. Вырастить ли что-то из земли, неизвестно. Это находится в руках божьих. Но посеянного уже не вернуть. Слово, переведенное на русский язык как «семя» из шестого стиха, скорее означает «кожаную сумку», из которой семена брали рукой и бросали в землю. Несущие семена таким образом переносят их, чтобы посадить. Посев семян мог проходить зимой, а сбор первого урожая колосков начинался с середины апреля. Образ скорби, связанной с голодом или тяжелой работой во времена посевной, а также образ радости во время сбора урожая, подчеркивают перемену состояния народа от худшего к лучшему. Радость от получения новых семян является здесь символом надежды на прибавление численности народа. Все зависит от Господа. Он один посылает дождь, который дает урожай. Он один может ответить на молитвы своего народа и дать ему новую жизнь. Седьмую песнь восхождений, как полагал святитель Афанасий, воспевают освободившиеся из плена изгнанники, прося Бога об избавлении оставшихся там собратьев. Образ слез по Златоусту указывал на необходимость постоянного труда над собой, чтобы душа не заросла негодными плевелами. Как семена имеют нужду в дожде, так и мы в слезах. Изображения посевной и сбора урожая на страницах Библии присутствуют во многих метафорах, которые через иносказания ведут человека к высоким богословским размышлениям. С одной стороны, мы слышим вполне понятную историю о пшеничном зерне, которая падает в землю, чтобы принести свой плод. С другой стороны, мы понимаем, что за образом семени стоит указание порой на Слово Божие, которое слушает человек и по мере сил исполняет. Посеянное на доброй земле человеческого сердца такое семя может принести плод в 30 и 60 и даже во 100 крат. Падая в землю, зерно умирает, чтобы затем подняться к новой жизни. Для апостола Павла такому зерну подобен человек. Умирая, он придает земле голое зерно, чтобы в будущем обрести небесное тело. Трансформация зерна под землей и восстание его для новой жизни для апостола языков служили прообразом будущего воскресения людей. «Сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное». Первое послание к Коринфянам. Благодарю за внимание. КОНЕЦ